Здравствуйте, меня зовут Анна Галёта, вы смотрите программу «Лукавые новости», где мы разоблачаем пропаганду. Предатель Иуда Гнида – это лишь неполный список эпитетов, которыми российская пропаганда в лице Тиграна Киосаяна и Маргариты Симонян наградила премьер-министра Армении за сдачу Нагорного Карабаха Азербайджану. Симонян даже усомнилась в легитимности Никола Пашиняна. Мало того, что эти люди, которые живут в Армении, мягко говоря, не все выбирали Пашиняна, но и тем более все известные мне люди, которые живут здесь с самого начала, понимали, что это за Иуда и что это за Гнида. Что сегодня случилось – колоссальная трагедия, как я справедливо сказал, для армянского народа. Карабах – это армянское святыние. Всех во главе с предателем Пашиняном надо судить. В суде. А потом пожизненно посадить. Но не в камеру. Не в камеру, нет. В яму. И приводить поколение за поколением армянских школьников. Показывать на вонючую, заросшую грязными волосами тварь на дне ямы и говорить им – вот предатель, виновный в тысячах смертей и в погубленных ни в чем не повинных жизнях. В унижении нашего народа. А теперь, ребята, все дружно в него плюнем. Стоит отметить, что раньше Маргариту Симоньян на Горный Карабах волновал не сильно. Свидений о том, что сама она там была хоть раз, мы не нашли. Да, и в международно признанных границах Армении была, судя по открытым источникам, лишь дважды. Первый раз – в рамках визита Путина в Ереван. Второй раз – вместе с мужем Кеосаяном. И рассказывала потом, как ночью купалась с главредом журнала «Русский пионер» в армянских источниках. Ну а теперь, ну а теперь в эфире российских телеканалов задают вопросы армянскому премьеру и армянскому народу. А теперь главный, как всегда, вопрос – кто в этом виноват? Виноваты в этом? Вы, родники, кто голосовал за этого Иуду, за человека без сердца, без чести, без совести? Человека, предавшего святыню своего народа, продавшего свой народ. Вот только теперь давайте разберемся, кто кого предал и кто виноват в том, что Армении пришлось отказаться от каких-либо претензий на территорию Нагорного Карабаха. Впервые вопрос Нагорного Карабаха встал еще во времена перестройки в 1987 году. Уже тогда между Арменией и Азербайджаном шла партизанская не такая явная война за эту территорию. И это с учетом того, что обе страны тогда были в составе одного государства – Советского Союза. После распада Советского Союза конфликт перерос в Первую Карабахскую войну. Она началась в 1992 году и была заморожена в 1994 году. В результате Азербайджану де-факто пришлось признать независимость Нагорно-Карабахской республики, которая взяла под свой контроль 92,5% территории бывшей Нагорно-Карабахской автономной области. Под контроль Армении отошли четыре азербайджанских эксклава, которые относились к Азербайджану, но со всех сторон были окружены территории Армении. В общем, в той первой войне Армению можно смело назвать победителем. Тем не менее, решенным конфликт назвать все равно было нельзя. И периодически он о себе напоминал и держал в напряжении как Армению с Азербайджаном, так и весь Южный Кавказ. Решить вопрос дипломатическим путем также не получалось, хоть и попытки предпринимались. В 2018 году к власти в Армении на волне протестов приходит тот самый Никола Пашинян, которого сегодня российская пропаганда клеймит предателем армянского народа. Вопрос Карабаха Пашинян делает одним из основных пунктов своей предвыборной кампании. Первый официальный визит тогда еще исполняющего обязанности премьер-министра тоже в Степанакет, в столицу Нагорно-Карабахской республики. За первый год Пашиняна у власти они с Алиевом встречаются дважды. Это все встречи на ногах, в третьих странах на международных конференциях, посвященных другим темам. Но факт заключается в том, что после этих встреч Алиева и Пашиняна была установлена прямая линия связи между военными ведомствами двух стран, а число снайперских дуэлей на линии разделения сторон и нарушений режима прекращения огня упало до рекордно низких отметок. Это отмечали и международные эксперты, и наблюдатели. Главы МИД Армении и Азербайджана тогда заявляли о необходимости подготовить народы двух стран к заключению мира. Тем не менее, в сентябре 2020 года сказка о дипломатическом мире между Арменией и Азербайджаном обернулась масштабной, кровопролитной, но короткой Второй Карабахской войной. Азербайджан получает полную поддержку Турции, страны-члена НАТО. Армения входит в ОДКБ и надеялась на протекцию России в конфликте. Но Путин решил не отправлять войска на помощь Еревану и Степанакерту. Вместо этого он выступил в роли переговорщика. Утром 10 ноября Пашинян, Алиев и Путин подписали трехстороннее соглашение о прекращении войны. И, как выражались тогда политологи, в войне между Арменией и Азербайджаном победил в итоге Путин. Спустя 44 кровопролитных дня войны Армения вынуждена отказаться от многих территорий и ничего не получает взамен. В согласии с таким исходом войны Пашиняна выльется в массовые протесты и многочисленные призывы немедленно покинуть пост премьер-министра. Азербайджан также удовлетворен миром не в полной мере. Контроля над всем Карабахом все еще нет. Путин же вышел из этой ситуации миротворцем. Согласно договору, российский миротворческий контингент остался на линии соприкосновения и контролировал соблюдение режима прекращения огня. Также в задачи российских миротворцев входило обеспечение работы Лащинского коридора. Вопреки договоренностям, азербайджан так и не вывел свои войска с территории, которые были признаны армянскими. Напряжение между странами остается. На линии соприкосновения периодически случаются инциденты между военными. Российские миротворцы на это никак не реагируют. Не было должной реакции от Москвы, и когда азербайджанские эко-активисты 12 декабря прошлого года заблокировали Лащинский коридор, который соединял Нагорный Карабах с Арменией. Из-за этого непризнанная Нагорно-Карабахская республика оказалась в условиях блокады. Вскоре власти НКР заявили о гуманитарной катастрофе. Бездействие России в Нагорном Карабахе вынуждает Никола Пашиняна изменить тон общения с Москвой. На встрече лидеров ОДКБ в ноябре прошлого года Пашинян с Путиным, похоже, стоять рядом не захотел и искал место поближе к президенту Кыргызстана. Кроме того, премьер Армении отказался подписывать итоговую декларацию этой встречи, объяснив это тем, что ОДКБ не удержал Азербайджан от агрессии в сторону его страны. В сентябре уже этого года стало понятно, Россию и Армению защищать от какой-либо агрессии не будет. В интервью итальянской газете La Repubblica Пашинян заявляет, что стратегическое партнерство с Россией было ошибкой, и теперь Армения пожинает горькие плоды этого решения. После публикации этого интервью супруга Пашиняна Анна Акопян отправляется в Киев, где принимает участие в саммите первых леди и джентльменов. Чуть раньше этого Армения впервые отправляет в Украину гуманитарную помощь. Также в сентябре в страну прибывают военные США для проведения с армянами совместных учений. Без внимания Москвы это все не осталось. Поэтому, когда 19 сентября Азербайджан объявил о контртеррористической операции в Карабахе, российские СМИ впервые за все время конфликта вдруг начали называть Нагорно-Карабахскую республику самопровозглашенной. Действия Азербайджана легитимными. А Дмитрий Медведев выкатил у себя в телеграм-канале следующий пост. Однажды один мой коллега из братской страны сказал мне, «Но я же для вас чужой, вы меня не примете». Я ответил то, что должен. Судить будем не по биографии, а по поступкам. Потом он проиграл войну, но удержался странным образом на месте. Потом он решил возложить ответственность за свое бездарное поражение на Россию. Потом он отказался от части территории своей страны. Потом он решил заигрывать с НАТО, а его супруга демонстративно уехала к нашим врагам с печеньками. Догадайтесь, какая судьба его ждет? В итоге российские миротворцы молча смотрят на то, как Азербайджан нарушает условия мирного договора, а руководство Нагорно-Карабахской республики объявляет о фактической капитуляции. Упреки Еревана в адрес Москвы из-за бездействия российских миротворцев пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков спешит назвать беспочвенными и аргументирует это тем, что Ереван сам де-юро уже признал Нагорный Карабах азербайджанской территории. Вот только о том, что у Еревана просто не было другого выбора в условиях бездействия Москвы, Песков почему-то не говорит. Россия не реагирует на действия Азербайджана даже тогда, когда от рук азербайджанских военных погибли шестеро российских миротворцев. Чтобы занять конфликт, Алиеву было просто достаточно извиниться за это перед Путиным и пообещать денежную компенсацию родственникам погибших. Но давайте вернемся к Симонян. На обвинениях с оскорблениями в своем телеграм-канале она не остановилась. Вечером 21 сентября она опубликовала пост, в котором заявила, что якобы Пашинян не пустит жителей Нагорного Карабаха в Армению. По моей информации, одним из условий сдачи Арцаха Армении было непредоставление жителям Арцаха коридора в Армению. Арцахцы должны будут либо принимать гражданство Азербайджана и жить под их юрисдикцией, либо смогут выехать через Баку, где по каждому будет проведено расследование, и только в случае того, если Баку решит, что тот или иной человек ни в чем не виновен, он сможет выехать. Само собой, что 95% мужского населения выехать через Баку не смогут. Более того, становится понятно, что эти договоренности достигнуты давно, так как под эти цели в Агдаме уже построили тюрьму на 10 тысяч человек. Совершенно понятно, что строилась она именно под эти договоренности. Важно понимать, что каждый, кто сегодня не придет на площадь республики, будет являться соучастником не только сдачи Арцаха, но и геноцида армян Арцаха. Вот так армянка Симонян обвинила армян в геноциде армян. Кстати, беженцы из Нагорного Карабаха без проблем пересекают границу с Арменией. Никакие азербайджанские тюрьмы не потребовались. Но и на этом не все. Когда на призывы Симонян к выходу на протесты обратили внимание СМИ, любительница давать заднюю взялась за свое. Недотыком кейнагенты пишут про вот этот репост, что я призываю армян к протестам. Я не призываю армян к протестам, это вряд ли поможет. Я призываю отца Иудушки Пашиняна плюнуть ему ядом в утренний кофе. И не понимаю, почему он до сих пор этого не сделал. Единственное, что его оправдывает, что он умер три года назад, не пережив еще первого карабахского позора. Впрочем, в бой против Пашиняна бросилась не только Маргарита Симонян со своим мужем. Георг Хачатурян в эфире ток-шоу НТВ «Своя правда» заявил, что армянские демонстранты, якобы прорвавшиеся 20 сентября в здание правительства Армении, наткнулись там на десантников армии США. Мол, вот для чего Пашинян устроил эти совместные учения. Руководитель аппарата премьер-министра Армении Араек Арутюнян назвал это утверждение абсолютной дезинформацией, добавив, что в тот день в здание правительства не проник ни один демонстрант, и тем более там не было никаких американских военных. Москву Арутюнян обвинил в развязывании гибридной войны против Еревана и отметил национальность самых ярых рупоров кремлевской пропаганды. Как оказалось, что самые большие пропагандисты российских телеканалов – армяне. Маргарита Симоньян, Тигран Киосаян, Арам Габрелянов, Семен Багдасаров, Роман Бабаян, Сергей Кургинян, Андраник Мигранян и другие. В подтверждение обвинений Арутюняна играет еще один факт. В распоряжении «Медузы» оказалась методичка, которую администрация Путина направила во все подконтрольные кремлю СМИ. В ней Кремль рекомендует обвинить в обострении конфликта в Нагорном Карабахе Армению и страны Запада. Акцент необходимо сделать на том, что армянское руководство признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. А подтолкнули к этому Ереван якобы западные партнеры, которые должны в полной мере разделить Пашинянам ответственность за потерю Карабаха. Бездействие России в урегулировании конфликта якобы ни при чем. Статус российских миротворцев в Кремле рекомендуют описывать как наблюдательный. При этом работникам провластных СМИ следует рассказывать о помощи миротворцев в эвакуации мирного населения. А согласно источникам верстки, депутаты и сенаторы от администрации президента получили такие же указания. У нас на этом все. Вы смотрели программу «Лукавые новости», где мы разоблачаем пропаганду. До встречи через неделю.